если вы не знакомы с мая то в этом упражнении я покажу основные функции программы мы делаем хижину я набрал немного рефов чтобы ориентироваться примерно по пропорциям и детализации хижина будет стилизована это означает что пропорции всех наших объектов будут либо специально преувеличены либо при уменьшены это добавляет мультяшности но по крайней мере скрывает какую-то часть ошибок особенно в пропорциях самый быстрый способ создать любой объект в мае это на пустом поле в видовом окне зажать shift и щелкнуть правой кнопкой мыши появится выбор меню различных полигональных объектов а если на выделенном объекте щелкнуть shift правой кнопкой мыши то появится меню редактирования этого объекта сперва я делаю общий каркас хижины чтобы понять ее размеры и заодно подготавливаю площадку для будущей крыши на данном этапе я пользуюсь базовыми модификаторами это bevel control b и extrude control е оба модификатора работают с любыми компонентами объекта вершинами гранями или ребрами все операции с видовым окном делаются через alt и дальше левая кнопка мыши правой кнопкой мыши и средней кнопкой мыши для зумирования панорамирования и вращения сейчас я делаю общей формы самые большие базовые формы это стены балки позже перейду к различным креплениям и деталям на данном этапе очень важно понять какой величины какого соотношения будут объекты практически все объекты делаются с помощью базовых примитивов и потом просто добавляются различные сечения дополнительные грани выдавливаются делаются фаски таким образом получается более сложная форма вот здесь на примере я делаю балку и хочу ее сделать из трех составных частей с тремя швами для этого просто добавляю еще ребра удаляю получившиеся грани и потом в конце уже добавляю фаски финализируя общую форму для того чтобы применить деформацию ко всему объекту например сгибания сплющивания можете выбрать любимый деформатор в меню deform nonlinear в мае есть два способа что-то показать или скрыть изоляция и физическое сокрытие изоляция относится к видовому окну когда вы не скрываете объект физически а просто изолируете выделенный объект от всего остального а физическое сокрытие прячет объект не только в видовом окне но и также в аутлайнере это панель слева которая содержит список всех объектов в мае кстати если вам нужно открыть какую-то панель или какое-то окно все находится в меню windows а если вам нужно быстро переключаться между видовыми окнами нажимайте пробел в режиме отображения всех четырех видов зависимости от того где у вас курсор на весь экран с помощью пробела расширится тот или иной вид мая удобно реализован выбор компонентов если вам нужно закольцевать выделение ребер кликаете первое ребро и с шифтом дважды кликайте на соседнее ребро также это работает и с гранями а если например вам нужно выделить конкретный ряд граней щелкните первую грань а потом с шифтом и двойным кликом самую последнюю грань мая выделит все грани между этими двумя компонентами есть три режима отображения сглаживания в мая им соответствуют цифры на нам поди единица это нулевое сглаживание двойка это сглаживание с каркасной сеткой и тройка это сглаживание без сетки чтобы отобразить сетку на всех объектов wireframe нажмите alt 5 когда вы детализируете какую-то модель облетайте ее несколько раз с разных сторон для того чтобы посмотреть нет ли где-то ошибок в геометрии в данном примере я случайно добавил ненужное ребро частью моя очень хорошо хранит историю объектов которую можно удалить при необходимости но весь стек истории хранится в чинал боксе это меню справа или в attribute это три во вкладках кстати в свежих версиях мая появилась удобная функция для создания геометрии вдоль кривой она находится в меню create sweep mesh раньше для того чтобы сделать какую-то геометрию по кривой нужно было создать грань и эту грань выдавить выделив предварительно кривую сейчас появился отдельный инструмент который можно легко настроить и назначить ему кучу разных опций например сейчас с помощью create sweep mesh я хочу сделать веревку крепления вокруг балки галочка distribute позволяет сделать много копий профиля вдоль кривой а слайдер твист закрутит их как веревку вы также можете назначить сужение профиля или сечение профиля выбрать свою фигуру для сечения профиля и так далее кстати стоит отметить что майя назначает сразу этому профилю правильные ювишки то есть вам не придется долго возиться с разверткой юви для вот таких вот sweet нашей оставшиеся часть видео будет без комментариев а а а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok